Добрый день, друзья! Вы знаете, автомобиль, как и любое другое устройство, созданное руками человека, призван решать задачи. И чем больше задач может решить один отдельно взятый автомобиль, тем выше его статус и привлекательность в глазах потенциального покупателя. Какие задачи решают современные автомобили? Во-первых, это ваша презентация в глазах окружающих. Автомобиль должен быть отчасти дерзким, привлекательным, инновационным, красиво нарисованным и воплощенным в металле. Он должен быть просторным, он должен обладать полным приводом, достаточным клиренсом для того, чтобы справляться с условиями, когда дорог вообще нет. Одним словом, он должен решать все то, с чем вы сталкиваетесь на дороге и вне ее. И, как мне кажется, существует автомобильный класс, представители которого отвечают всем этим задачам. Это среднеразмерные внедорожники или среднеразмерные кроссоверы, как в нашем случае. И в компании себе подобных этот парень лично для меня всегда выделялся набором характерных черт. Главное из которых, конечно, дизельный мотор, звук которого вы, пожалуй, слышите до сих пор. Конечно, его внешность, богатая комплектация даже в базовой версии, наличие автоматической трансмиссии, полного привода. Все хорошо, одна проблема. До сегодняшнего дня он был самым архаичным среди своих конкурентов. И теперь пришла очередь Hyundai Grand Santa Fe получить свою порцию обновлений. Узнать обновленный вариант Большого Санты можно по новым светодиодным секциям ходовых огней и противотуманных фар. Претерпели изменения бамперы, как передний, так и задний. Другой стала решетка радиатора. Здесь дизайнеры добавили еще одну пятую горизонтальную секцию. Обновились фары головного света, задние фонари приобрели иной светодиодный рисунок. К тому же кроссовер обзавелся новой линейкой 18-ти и 19-ти дюймовых колесных дисков. В салоне автомобиля появилась новая приборная панель с цветным экраном. Мультимедийный комплекс с 8-дюймовым дисплеем вместо 7-дюймового. Изменен внешний вид блока управления климатом. А также в отделке появились вставки под карбон и новые цветовые комбинации. И вот сейчас он стал еще серьезней, еще взрослее, если хотите. Итак, по изменениям салонным. Во-первых, изменилась центральная консоль и ее компоновка. Все на своих местах и при этом все понятно. В приборной панели появился большой цветной монитор бортового компьютера. Руль остался прежним. Немного поработали над материалами салона. Представители компании очень советовали обратить внимание и непременно потрогать тканевую обивку боковых стоек и потолка. Это действительно приятно. С точки зрения технологии в автомобиле добавились системы безопасности. Теперь владельцам доступны 7 подушек безопасности, уже начиная со второй комплектации. А также появились инновационные системы безопасности. Ну, во-первых, адаптивный круиз-контроль. Раз. Во-вторых, система автоматического торможения перед внезапно возникшим препятствием. Контроль слепых зон, контроль рядности. В целом, весь этот комплекс работает на создание комфортной среды для водителя. Еще одно немаловажное новшество для этого автомобиля – появление нового бензинового мотора. Ровно 3 литра. Атмосферный V6, выдающий 249 лошадиных сил, очень правильно попадающих в наше налоговое законодательство. Дизельный мотор остался прежний. 2,2 его немного разогнали до 200 лошадиных сил. Раньше их было 197. Крутящего момента 440 ньютон-метров. И доступен он в еще большем диапазоне. Наш тестовый вариант оборудован как раз таким дизельным мотором. 9,9 секунды до сотни. Но зато, когда ты нажимаешь на педаль газа и начинаешь ускорение, может быть, потом максимальная скорость будет не так велика, как на бензиновой версии, но очень мощное и постоянное давление в спину прямо указывает на то, что у нас очень тяговитый мотор. В обновленной версии большого Санта-Фе специалисты поработали над жесткостью кузова. И это очень здорово сказалось на стабильности автомобиля курсовой. К примеру, сейчас мы идем по не самой ровной дороге. И необходимости делать микроподруливание, то, что так раздражает нас в дальних путешествиях и при движении по магистрали. Такой необходимости здесь вовсе нет. Автомобиль очень хорошо держит заданный курс. Поскольку с технической точки зрения автомобиль не претерпел значительных изменений, подвеска была доработана еще при переходе с 2014 в 2015 модельный год. У нас прежний хорошо знакомый дизельный мотор, та же трансмиссия. С левой стороны под рулем у меня есть кнопка блокировки межосевого дифференциала или псевдоблокировки псевдодифференциала, потому что здесь, конечно, установлена муфта. Это все же кроссовер. Благодаря новым бамперам у автомобиля в лучшую сторону изменилась геометрия. Все это просто требует от нас покинуть дорогу общего пользования и съехать прямо на грунт. Именно здесь мы посмотрим, насколько этот кроссовер может называться внедорожником. На пересеченной местности нас ожидают две новости. Хорошие заключаются в том, что передний свес Большого Санты уменьшен на 10 миллиметров, а это значит, что нам доступны более крутые подъемы. Плохая новость в том, что клиренс кроссовера по-прежнему почти легковой – 180 миллиметров. И каждый раз, съезжая с асфальта на грунт, владелец автомобиля должен здраво оценивать его геометрические возможности. Но, как показывает наш нехитрый условно-внедорожный эксперимент, несмотря на все геометрические ограничения, Гранд Санта-Фе все же способен доставить вас туда, где можно забыть о городской суете, пробках и асфальте. И что приятно, сделает он это без особых усилий и потери комфорта. Ну разве, друзья, это не прекрасно? Я говорю обо всем и о природе, и о новой раскраске нашего автомобиля. Мне кажется, это большое упущение компании Хёнде, что у них в гамме цветов для этого автомобиля не предусмотрено нечто подобное. А в целом, вы знаете, я абсолютно удовлетворен сегодняшним знакомством с обновленной версией Хёнде Гранд Санта-Фе. Автомобиль не растерял всех своих достоинств, но при этом приобрел более мужественный, серьезный и акцентированный внешний вид. Безусловно, можно заняться поиском недостатков, каких-то занос в этом автомобиле. Как любое творение человека, он их не лишен. Но это пусть будет темой какой-нибудь другой программы. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ